Довольно неинтересный матч играет Васага за Хаус и Нахал за Бритонцев. Сразу же я уверен, что Васага выиграет. При всем уважении к Нахалу, все-таки уровень, скажем так, разница в прокачке и вообще в остальных моментах, он очень большой. То есть у Васага вообще не должно возникать каких-то гигантских проблем. Единственный минус, что Васага начинает в защите. Вот это, пожалуй, действительно не здорово. Потому что если бы он начинал в атаке, он бы точно без особых проблем к концу тайма раздел бы Нахала. А так начинать в защите, да еще против Мага. Но с другой стороны у Васага немного неприятная команда. Потому что посмотрите, вот эти всякие блоджерные крепкие стойки, всякие убивашки с подскоками, не сломанные до сих пор. Да, я не знаю там. У Васага команда может поиграть в пас. Ну тут опять засиль ягильных козлов, как бы. Ты приходишь в высшую лигу Рубэбэл, тебе выдают пятиагильного козла. Это все знают. В общем, у Васага есть и игра в мяч. Ой, ребят, это еще повезло, кстати. Это как раз камень попал в лорда Нойзмейкера. Супер убивашку. Это он хорошо отделался. Было бы забавно, если бы камень сразу прилетел, там, убил его, например. А так нет, так еще терпимо. В общем, Нахал опять начинает играть в свой ультра-агрессивный стиль с идеей уложить всех, до кого дотянется. Проблема в том, что пока ни до кого не дотягивается. Наконец, роняет Козлика. Варфагора. Но без пробоя. Ну, вообще, на самом деле, вот как раз проблема Нахала в том, что у него только один агрессивный игрок. Ну, вот этот вот, Блицер. И то он, скорее, не то, чтобы прямо агрессивный игрок. Он, скорее, любитель поиграть в мяч. И поэтому он смотрится... Ну, видимо, Блиц будет в этого козла, чтобы... Хотя, не знаю, может, наверное, и не Блицовать в него. Хотя он может выбить этого. Гордиста попытаться выбить. В Асага-то игра в плотный контакт будет выгодна. Особенно с учетом того, что у него есть такой прекрасный воинхаус с шупалами, гордом и пятой силой. В целом, гордов у него более чем достаточно. Притом, два горда у него на ребятах с крепкой стойкой. То есть, все неплохо. Удар прошел, но козел останется на месте, я так подозреваю. А нет. Не-не, он что-то... он не применил. Удар с травмой, ребят. Вот это очень обидно. Очень обидно для вас, Асага. Это действительно важный козел. Это козел с... ну... Козел с очень полезными навыками в этом матчапе. Козел, который должен был приличную часть позиционной игры вытягивать на себе. Теперь будет чуточку труднее. И в целом, ну, это успех. Какой-никакой, это успех. Фолл ноизмейкера. Это правильно. Я думаю, надо делать это. Но, к сожалению, без пробоя брони. Ну, вот так вот. А взятки у Нахала две. Целых две взятки. Это много. Две взятки, аптека, маг. Ну, вообще, кстати, глядя на количество скиллов, действительно, у него индусментов за себя и за того парня. И еще вон за того парня. Ну, что. Идея у Хаоса довольно простая. Играть в позиционочку и блицевать в важных игроков. Тем более, есть с кем блицевать. Тут, как бы, достаточно ребят. Более чем. Вот, есть убивашка с ПО. Вот. Убивашка ПО летит в четвертую силу. Шестерку находит. Это здорово. Пробивает. Но без травмы. Может быть, нокаут? Нет, не нокаут. ПО. Я думаю, это правильное решение. И, к сожалению, не получилось. Не получилось. Это как раз та ситуация, где действительно надо сразу идти драться и ни о чем не задумываться. То есть, рано или поздно бретонцы треснут. И надо еще и организовывать, желательно, побольше контакт с ними. Убегает козел. Это хорошо. А, я, кстати, соврал. У Васага два игрока СМБ. Удар. Две шестерки. Это хорошо. Хотя, лучше бы они были бы на броню, например. Нокаут. Пока бретонцы перебашивают хаос. Как бы абсурдно это не звучало, но... Бретонцев на поле побольше. Скажем так, из двух потерянных игроков один еще может вернуться. Но менее полезный, к сожалению. Не буду говорить, что у Васага ситуация очень плохая. Но то, что она неприятная, это да. Это реально неприятно. Удар в один куб шестерочка. А почему не сделать было два куба? И почему Васага не использовал крепкую стойку? Пробой очередь гостей. Как заходит пробой-то? Это еще и девятая броня. А тут, по-моему, фолд... Теперь мы роняем козла СМБ. Да. И фолим лорда Дер Кутера. Который тоже очень важен для позиционной игры. И если мы его ломаем, то... Все становится очень грустно. Притэншен Флейм. Ну, пока не предвидится. Пока Васага потерял только одного игрока. Тем более, это не перманентная травма. Но... Нахал дерется очень уверенно. Вот стоит отдать ему должное. Нахал дерется очень уверенно. Ну, я бы действительно вот играл бы в этой ситуации попроще. Я бы попытался бы действительно разломать козлика СМБ. И фолил бы вот этого супер-горда. Хотя... Слушайте, а я понимаю, кажется, в чем дело. Смотрите. Сейчас с подскока лорд-ноизмейкер может заехать в Блицера с силой. И это очень неприятно. Вот. Удар, но в этот раз не пробой. Хотя кубы были близки. Вот так вот. Сейчас же лорд-ноизмейкер с подскока действительно может закопать убивашку. Хотя для этого нужен ассист. Вот. Бритоны встают аккуратненько. Теперь осталось только сфалить. Ну вот. Ну, для полноты картины. Фол. Пробой. Это хорошо. Не то чтобы... Это, кстати, фол по убивашке. И не уверен, что как бы стоило фолить именно убивашку. Но, наверное, в этом есть какой-то смысл. Сейчас я проверю. Да, видите, как аккуратно встал. Ровно чтобы крайний козлик не добежал. Пусть он и без скиллов, но очень аккуратно отыграл нахал. Молодец. Я все равно считаю, что пока что у Васага все очень неплохо. Но некоторые моменты должны были его слегка расстроить. Вот. И вообще из-за того, что у него два игрока пробита, два ушло с поля. Сейчас даже подскок чуть-чуть сложно разыграть. А из-за того, что он сейчас тут не смог уронить парня, это еще одна маленькая проблема. В общем, неприятно, неприятно. Идет такой... Так, блиц. Удар не получился. Жаль. Жаль. Но теперь будет подскок. Подскок срабатывает. Удар. И снова стрелки. О-о-о, как не везет вас сага Ну, это реально непрух, ребята То есть он, мне правда кажется, что это был легкий тильт Мне так кажется То есть он потратил рерол в ситуации, в которой не обязательно было тратить рерол Еще пробой Нокаут О-о-о Это еще и пятиагильный парень А где весь хаос, ребята? Вот А где весь хаос сейчас? Вы понимаете? Что-то хаос Немножко кончился Минус три игрока хаоса на поле Еще половина команды лежит Пятерочка найдена Здесь можно сделать проталкивание Да, правильно все делает на хал Вот А тут еще можно теперь фалить Ой, ребята Тут вообще столько фалов У хаоса на ногах осталось два человека Три человека Тут еще козлик снизу Мда, ребята Я, конечно, не хочу ничего сказать Но Если у вас сага будет немножко гореть После этой игры, то я его пойму Все-таки у нахала заход У нахала действительно заход Кроме Кроме вот этого Рерола Я Ну даже этот рерол на самом деле Я не буду говорить, что это ошибка Нет, это не ошибка Это такая идея Я с ней даже в какой-то степени согласен Но получилось плохо Поэтому Рерольнуть две стрелки на две единицы Это Это неприятно Фол Нокаут Минус убивашка с поля И Наконец Наконец Взяточку придется потратить Судья принял взятку Минус четыре хаосита на поле На ногах всего трое Один из которых попал в гэнгбэнг Да У кого-то сейчас я чувствую не очень хорошее настроение Я думаю, если бретонцы могли бы фалить не один ход Не один раз заход, а пару раз заход Все было бы так грустно Блиц убивашкой В борьбиста Шестерка найдена Наконец-то Выталкивание козлика под мяч Пробой Пробой с травмой Наконец-то Пошло у вас сага Пробились эти разки игры И Вау Вау Сразу идет лечение Одна аптека еще есть Понятное дело Но это Это специфические Выбор Не могу сказать, что я полностью с ним согласен Ой, козлик встает в контакт Забавная игра Знаете, очень мясная игра Ой, и сразу дочь козлом не прокатывает И Парень Да Но повезло, что не сломался Только пробой Что-то у вас сага очень хрупкие Козлики и все остальные ребята Вот так вот Удар Стрелка Ну, это не страшно Крепкая стойка стоит на ногах Еще один удар Крепкая стойка снова стоит Да Вот пошла фирменная игра Васага Удар И снова неудачно Да, ну, по-моему, можно было двойку выбирать Васага бы Не ошибся Удар не удается Сейчас будет еще удар Но вот, наконец-то Вот эта крепкая блодж стойка Она работает Шестерка найдена Это хорошо Без пробоя в кое-то веке Ну, вообще Агильный может не бояться контакта Он может просто из него уходить Блиц Две шестерки СМБ, кстати И крепкая стойка не... Это правильное решение Потому что было опасно Можно зафалить нулевого козла Не то, чтобы это было очень нужно Но, в принципе Ничто не мешает А можно МБ козла зафалить, кстати? Пчу бы и нет Но вообще получилось, что Как это незабавно звучит Бретонцы навязали силовую борьбу И самое смешное Что эта силовая борьба Пока полностью удается Ну, вообще, наверное Надо фалить Вот этого Воина Хаоса Лорда Дер Кутера Все-таки вокруг него Три игрока Сейчас подойдет четвертый Это идеальный вариант для фала Да, это фал по Лорду Дер Кутеру Без пробоя, кстати Без пробоя Потихонечку перестраиваются Бретонцы Но пока у бретонцев Есть все, чтобы забить А из-за того, что они пока не потеряли Особо игроков И у них есть маг У них даже неплохие шансы Отнять очки у Васага Я, конечно, не считаю это Очень большой вероятностью Потому что Ну, как бы Васага грамотный тренер И У него будет как минимум Две возможности Побить бретонцев Если, конечно, игроки Встанут Вот если Вот я с ним так Я бы поставил на нахала Только если Произойдет что-то Непрогнозируемое Понимаете? Вот если произойдет Что-то непрогнозируемое То Тут как бы да А если все будет продолжать Идти в таком духе Ну ладно, посмотрим Посмотрим, посмотрим Вообще нахал молодец Я не очень его одобряю Из-за его постоянных опозданий Но он молодец Блиц И снова без удара Да А вот это, по-моему, ребята Уже Ну ладно Не, ладно Это не ошибка Но Теоретически Бретонцы могут И продолжать драться То есть я понимаю Логику Вассага Но Мне она кажется Слегка Такой Простецкой Что ли Не уверен Что это самое правильное решение В этой ситуации Но не уверен Что могу предложить Решение лучше Вот А нахал все продумал Нахал собирается бить Возможно даже ногами Возможно Даже по голове Найдена шестерка Это хорошо Подходим Да Без пробоя Но это не страшно Удар Пятерка устраивает Тут сейчас сразу Под фол можно Да и так можно Под фол в принципе Пятерка устраивает Пока очень неплохие Кубы У нахала Очень неплохие Кубы У нахала И Теоретически Можно уложить Пятисильного Парня Сильно Теоретически Но это Возможно То есть Сейчас можно положить Обоих Хаоситов Одного из них С МБ Кстати А не Я путаю Это По моему У Ред Гринлока Хаосит С восьмой броней С пятой силой Если мне не изменяет Память Но все равно Все равно Как бы Бить надо Ну ладно Ну ладно Не надо Но Тут все еще Не очень понятно Да Окей Ред Гринлока Значит я правильно Запомнил Я молодец Ну вот здесь Видимо вопрос В том Что как бы Попытаться просто Задоджиться Или попытаться Подраться Видимо Видимо это драка Ребята Это драка Тем более Сейчас можно делать Два куба По пятисильному А почему Без А Окей Я понял Я понял Окей Неустрашимый Две единицы Рерол Пятерка Пятерку устраивает Заодно и подойти Можно Ну не обязательно Прямо конечно Вообще Тут еще было бы Неплохо В этой ситуации Оставить Вот Да Да Вот теперь Идеально Весь хаос Лежит И есть Свободный Игрок Для фала Ребята Есть Свободный Игрок Для фала Вот о чем Я и говорил Что надо бы Иметь игрока Для фала Вопрос Вопрос в том Вопрос в том Народа Но вот единственное Игрок Хаос Он прокатит Толкать Но Не найден Куб Да, ну хорошо, что без пробития все-таки. Очень странная игра, очень странная игра. Нет, я понимаю, что теоретически шансы у бретонцев сделать такое есть, но тут как-то вот... Вот когда я сделал игру с Антошкой, я понимал, что происходит в игре с Антошкой, а тут я немножко не понимаю. Блиц в один куб, реролл, это ошибка. Это была ошибка, ребята. Вот это действительно фейл. Это прямо очень плохо сыграно. Ничто не мешало подвести еще игру. Ну нашел шестерку принца, ладно? И подходит. Тут теперь два горда, надо подводить игрока для того, чтобы делать Блиц удачный. Либо, например, влетать в средний. Ну ладно, короче. Слегка подконтрили подскок. Сейчас будет потяжелее завалить пяти этого парня. Пяти сильного. Да, подводит игрока для того, чтобы сделать неустрашимый срабатывает. Очередная шестерка, кто бы был удивлен. Вниз толкаем. Без пробоя. Теперь удар по козлу. Шестерка. Можно подходить. И можно фалить. Можно фалить. Как бы пятую силу. Ну, ничто не мешает фалить пятую силу в данный момент. А можно фалить, кстати, воина хаоса. Да. Ребята, это кажется будет фал по убивашке. Ну, по крайней мере, мне это кажется логичным. Да, то есть мы подходим в сейв. Мы подходим в сейв. Он добегает отсюда легко. И теперь фал. Контрим подскок по полной. Без пробоя опять, кстати. Внезапненько. Но вот что-то не хотят воины хаоса ломаться. Хотя здесь было нормально по ассистам. Шанс был неплохой на самом деле. Но не получилось. Но взятку не отдали вторую. Это радует. Поднимает в ассага игроков. Правда, мне как... Ой-ой-ой. Так. Рерольчик. Блиц. И снова неудачный блиц у вас сага. Но использует борьбу. Только при этом... Все равно с подскокой ничего не сделать. В этом и прикол. То есть если бомб подошел бы, то... Хотя все и так полная задница, по-моему. Да... Чувствую, у кого-то горит после первого тайма. Я подозреваю так. Подскок не срабатывает. И можно побить игроков внизу. Реролл есть. Я считаю, что это вполне себе адекватно. Ну, то есть... Можно как минимум пятисильного ударить с помощью МБ. Вот у меня такое ощущение. Да, шестерочку нашли. Но пробоя нету. Ну, видимо... Видимо, запасы пробоя кончились у Нахала. Но можно подбежать и с МБ попытаться найти шестерку по Воину Хаоса. Другой вопрос, стоит ли это делать. Тут вопрос, стоит ли фол делать. Потому что фол по убивашке очень сильно просится. Но если ты вдруг не сфалишь его... Точнее, ты кинешь на взятку там плохую... Плохой кубик, единичку. И тебе удалят игрока, и ты не забьешь. Будет обидно. Вот. Он собирается так листа фалить. Это, кстати, имеет смысл. Потому что... Восьмая броня. И как бы... Это тоже убивашка. Восьмая броня, да. И... Блин, какой он наглый. И здесь столько ассистов можно сделать. Ну, Васага теперь должен надеяться на то, что сейчас Нахал кинет единичку. Сначала, что он кинет дубль, а потом кинет единичку. Вот. Да, ребятки. Если сейчас этого козла ломают... Кое-кто отправляется на Юпитер. Вот. Фолл. Травма. Минус к силе. Пропускает следующую игру. Без удаления. Ой, ребята. Ой, грязь. Ой, грязь. Ой. Все лежат. Все лежат. Гос... На поле. На поле шесть хаоситов. Да. Ребята. Ой, господи. Ох. Сейчас там горит, конечно. Да, я думаю... Привет, Гром Бриндл. Я думаю, у вас сага сейчас... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ аномальное потепление до плюс 20, например. И все. Вот. Нахал просто на скиллухе переигрывает же. Да, не, слушай, Арчибальдович. Вот я бы так не сказал бы. Когда Васага кинул 6 блицов подряд на стрелки и черепа, то здесь очень тяжело как-то тащить, понимаешь? Вот, ну, шучит, я не знаю, может ты троллишь сейчас так тонко, но по сути же своей просто это шутка. А, все. Я просто, понимаешь, как бы, ладно я Васага, если такое прочитает, он тебя возненавидит. Вот. Я вообще, видимо, приношу Васага какую-то неудачу. Удар. Пробой. Нокаут. Ну, это неплохо. Не прыгает Васага. Для скиллухи сейчас... Понимаешь, у Нахала еще есть... У Нахала еще есть маг. В этом главный прикол. У него еще есть маг. И это уже делает игру для Васага очень... очень непростой. Вот. То есть Васага... Ну, ему надо, чтобы сейчас хоть кто-то встал. Сказать, если у него все встанут, то Васага будет в полном составе. Это если все встанут. А я... Я как бы имею некоторые сомнения в том, что это произойдет. Еще один пробой. Это просто, к сожалению, оглушение. Но теперь мы можем констатировать факт, что тут тоже в полном составе выйдет этот... нахал. Ну, вот. Да, ребятки. Как описать то, что произошло в этом тайме, я не знаю. Биг-бадабум! Бдыщ! Я... Я, конечно... Я не... Я не... Я... Как вам сказать? Мне тяжело топить против кого-то в этом матче. Не подумайте. Я не топлю против кого-то. Я просто тихо офигеваю. Вот. Может быть, где-то в глубине души я немножко сопереживаю Васага, потому что... Ну, я бывал на его месте. Но, в целом, это шоковая терапия какая-то. Вот. Теперь момент Х, ребята. Не встает. Встало только двое! Да, ребята! Ну, у Хаоса теперь на поле восемь игроков, да? Восемь игроков. Из них только один убивашка. Ё-моё! Это будет очень тяжело. Вот. Я даже не знаю. Честно говоря... Честно говоря, это ещё игра против мага, ребята. То есть, в Ассага надо в меньшинстве против мага, чтобы сыграть в ничью, забить гол. Слышите, как это звучит? По-моему, звучит это очень грустно. Вот. Я прямо не знаю, как это описать, но это что-то очень специфическое. Вот. у нет. В как это происходит, как это мешает. Не знаю, никого не знаю, Если не знаю, Субтитры сделал DimaTorzok Имеет всего 2 МБ на команду Это немного странно Хороший ивент для Васака Ну Насколько может быть хороший ивент для этой ситуации Подбор мяча Вообще, конечно, минус 5 хаоситов Это Это еще повезло, что двое встали Представьте, если бы двое не встали Если бы двое не встали Это было бы просто Что-то невероятное Удар в 3 куба Три удара по седьмой броне Ни одного пробоя А теперь будет Блиц убивашкой В сильного... Да, поехали По-моему 4 или 5 Блицов подряд Не получились у Васака То есть как бы тут Немножко боязно, по-моему Пошел Блиц Пятерка найдена Это хорошо Без пробоя ПО Без пробоя Да, ребята А теперь можно просто фалить Ведь действительно Можно ронять с Блица Этого козла Притом с МБ И фалить Лорда Ноизмейкера И тогда Единственный Убивашка Хаоса Уйдет с поля Ну, с высокой степенью Вероятности Я бы так делал бы Потому что Вероятность этого события Она... Она реально неплохая Она реально Очень неплохая Вероятность А можно блицануть Вот этим гордистом И толкнуть сюда Если первый удар Не получится Ё-май А он еще и давление На мяч создает Ребята А еще маг есть Я бы ситуацию Для Васака Не знаю Как описал бы Ну Катастрофическая Наверное Самое адекватное Описание Да, я думаю Это будет блиц Блокером сюда Если что Второй удар здесь И фолл Лорда Ноизмейкера Потому что Если он сломает А нет Все-таки Блицует Вот так вот Найдена Найдена шестерка Устраивает Пробой Пробой Нокаут Ну Как бы Спасибо Что не Что-то еще Отводит Убивашку назад Может быть Это даже Неплохое решение Окей А что Теперь фолл Ребята Теперь Лорда Ноизмейкера Надо наказывать Потому что Когда ты Подставляешь Убивашку Под бретонцев У которых Есть фолл Ты как бы Должен понимать Что сейчас Произойдет Это мысля Абсолютно Очевидная Я бы сказал И здесь Продолжается Такое легкое Давление Перекрытие Пробеганий Да Подводит И сейчас Встанет этот парень Будет фолить Шансы Очень неплохие На фол Только Оглушение Легко Отделался Легко Отделался Если бы сейчас На травму Проскочил бы Чуть-чуть выше Там Знаете 5-5 Например То Кто-то Улетел бы На луну Скорее всего Ну окей Но ситуация У вас Сага Очень грустная У него Сейчас активных Как бы Проблема в том Что уже Есть давление На мяч Уже Есть давление На мяч Два Игрока Лежат С пробоями И Нету Ни одного Прямого Контакта И Если Делать Блиц То Блиц Надо делать Без Возможности Сломать Ну без Без Хорошей Вероятности Травмы То есть Ситуация Ну Очень Плохая Очень Плохая Как из нее Выпутываться Я в принципе Не представляю Ну Скажем так В целом Я понимаю Почему Васага Играет Так как Играет То есть Идея Того Что Пробой Животворящий Поможет Она Вполне Имеет Право На Жизнь Но с учетом Того Что Блицы В этой Игре Просто Титанически Не заходят То Теперь все Смотрится Очень Грустно Первый удар Не получился Опять Очередной Запор Это Блиц Вот так Вот Сейчас будет Еще один Удар Это Это Такая Идея Связа Опять Не получился Удар И Надо Перестраиваться Потому что Уже Есть давление На мяч Да Сейчас Сейчас Можно Сейчас Можно Сейчас Даже Можно Сфалить В этой Ситуации А Можно Попытаться Вырубить Воина Хаоса Кстати Шансы На это Очень Неплохие Надо Найти Просто 5-6 За 2 Куба А если что Потом Можно Подвести Игроков Попытаться Найти Еще Линейкой Хотя На мой Взгляд Ну Надо Продолжать Заводить Вот этого Парня Дальше Это Мысля Очевидная Вообще Нахал Может Даже Подумать О том Чтобы Ни Хотя Мага Еще Рано Васага Тем более Хорошо Построился Против Мага Видимо Блиц Все таки Будет В звера Человека Я так Подозреваю Но Блиц Звера Человека Он просится То есть Можно Сначала Например Подвести Игроков И сделать Фолл По Ноизмейкеру А потом Делать Блиц В козлика Ну так Чисто Ради Разнообразия Опа Идет Марка Воина Хаос Это Имеет Смысл Такой Теплый Ламповый Матч Да ребята Матч Действительно Получается Очень теплый Ламповый Ну скажем так Для меня Это очень Неожиданный Результат Пока что Пока что То есть То что Происходит Оно вызывает У меня Некие вопросы Не я понимаю Что в Бладбоуле Может случиться Все что угодно То есть Одна игра Из там Большого количества Она действительно Может обернуться Так как Оборачивается Эта игра Прикол Еще в том Что в этой Ситуации В принципе Нахал Может не Юзать Мага Даже Вот настолько У него Большое Преимущество Сейчас На поле Что ему Даже Не надо Юзать Мага Я бы Реально Сейчас Делал бы Фолл Сначала А потом Все остальное Ну ладно Ладно Удар По козле Рерол Единичка На спринте Пятерка Устраивает Пробой И отдыхает Козлик Отдыхает Козлик Заодно Освободили Игрока Да А ведь Проблема В том Что у вас Вот я только Сейчас Заметил Что Единственный Такл Вассага Висит На Игроке На котором Этот такл Вообще Не сдался Вот Фолл По Нойзмейкеру Снова Лежать Хаосит И да Лорд Нойзмейкер Продолжает Лежать Ну Хорошо Что не травма Вот стоит Сказать Хорошо Что не травма Да Вешаем На четырех Сильного Игрока По которому Еще надо Найти Кубы Перекрываем Все зоны Ну Честно говоря Очень тяжелый Матч будет Очень тяжелый Матч Привет Дарий Взятка Одну Взятку Нахал Уже Потратил У него Есть Еще Одна Взятка Вот Этот Ну С учетом Того Что Нойзмейкера Фолили Уже Несколько Раз В Прошлом Тайме Сели на Мяч Ой 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 Ребята Ой 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 Ее по моему Фолили Уже Раз Пять Только Он До сих Пор Не прилег Отдыхать Ну Что Поделать Роняют Нападающего Это Линейка Линейка Не ломается Ну Не прибивается Даже Козел Стоит На месте Блиц Пятерка Устраивает Снова Без Пробоя Забегань Это будет Пас Это будет Пас Ребята Но Блицер С силой Добегает Блицер С силой И С отбором Всем остальным Это Это Действительно Шанс Не Без шуток Ребята Это шанс И Тем более Пас Надо делать Сейчас Если Не делаешь Пас Сейчас То Это Все Очень Грустно Пас Пас Удаётся Да Это 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 Был Интересный Плей Вот Без Шуток Это Действительно Крутой Плей От Вассага В этой Ой И Додж Удаётся Ё Ой Ё Ё Слушайте А козел Не убегает Но Вообще Если Говорить Серьёзно Если Говорить Серьёзно Может быть Время Мага Вот Может быть Время Мага Да Маг Пробой Нокаут Но Чёт Как-то И мяч Купал Не совсем Идеально То есть Ну Надо Ломать Козла Короче Вот Основной Концепт Надо Ломать Козла Потому Что Козёл Может Подобрать Мяч И дать Вкладку Пятисильному Либо Надо Как-то Блокировать Всё Это Вот Так Ну В общем Это был Хороший Плей От Вас Сага Но Маг Сделал Свою Работу Минус 6 Хаоситов Ну Нормально Не Не Ну В принципе Давайте Говорить Честно Возможности Для Того Что Да Даже Повалить Можно На самом деле Можно Даже Повалить Лорда Инкуринга Притом Даже В 2 Куба То есть Мы Вот Этим Парнем Бьём В голову Козла Этих Подводим Этим Бьём И потом Подбираем Агильным Да Это Хорош План Серьёзно Действительно Я бы В этой Ситу А На самом Деле Тут же Есть Неустрашимый Слушайте Можно И Светогором Уронить А поднять Мячик Илюши Муромсом Да Можно Сделать Здесь Удары Но Он Делает Более Безопасный Удар Освобождает Игрока Пробой Очередной Теперь Четырёх Сильный Емеля Будет Выбивать Мяч Скорее Всего Я бы Гордаба Вот В эту Сторону Так Да Всё верно Вот Вот Этих Двух Игроков Я бы Ещё Подвёл Тоже Назад На всякий Пожарный А Нет Пока Просто Перекрывает Зону Пока Просто Перекрывает Зону Блиц Ещё Проблема Что Такла Тоже Единственный Такл Занят Какой-то Чепухой Вот Не Ну Можно Неустрашимым Сейчас Выбить Мячик Да Переезжают Потихоньку Ребята Это Хорошая Блокировка Которая Не позволяет Кидать Приятные Кубы Закрываем Козлика Да Я думаю Это будет Удар Блицером В пятую Силу И Подбор Мяча Гильном Вот Неустрашимый Срабатывает Шестёрка Ну Неудивительно Закрываем Мячик Сверху Ну Или Сбоку Не Он даже Не закрывает Теперь подбираем Пятиагильном И Чё-то Как-то Чё-то Как-то Всё грустно Становится Сейчас Конечно Встанет Лорд Ноизмейкер Но Боюсь Что это Не та Ситуация Где Он может Очень сильно Пригодиться Бежит За подбором Подбор Удаётся И Скорее всего Это 2-0 Кто Кто вообще Мог Подумать Что Будет Такой Результат Тайма Ребята Не Ну я Не Ну Дарья Я имею Ввиду Что Ну В ОСАГО Будет Грустно Блиц Две Двойки Рерол Пятёрку Нашёл А Лёш Попович Получит По-моему В ОСАГО Решил Ломать Просто И ПО Я думаю В ОСАГО Уже Плюнул Просто Ломает Вот Привет Лоу И Снова Нету Пробоя Да Да Ребятки И Просто По-моему В ОСАГО Решил Что Всё Что Эту Игру Не Вытащить Ну Ладно Я конечно не буду Так Он Очень сильно Смахивает На это Да По-моему В ОСАГО Просто Решил Мстить Вот Ну Я могу Его Понять Не Получился Ударчик Опа Вот это Вот это Пошли Интересные Мувы Ребята Чё-то Ощущение Что Как бы Да Это Всё Невероятно Странно Ну Я не знаю Разве Разве Есть Смысл Что-то Как это Говорится Что-то Комментировать Ребята Идут Забивать Вот это Кстати На мой Взгляд Это Подскок Он Фалить Собрался А Я Понял Теперь Ребята Играют В Игру Кто Больше Нафалит Я Понял Суровые рыцари и нежные хаоситы Да, не, ну тут все как бы Ребята определились с тем Что делать в этом матче И как-то вот Фол Удаление Ну это взяточка Судья принял взяточку Не получился додж Ну это и не страшно в принципе Отбежал от трех козликов Ну вот Ну рыцари разворотили кабины хаосу Тут без вопросов Ну вообще лорду ноизмейкеру Сейчас можно создать кубы в четвертую силу На самом деле Да, да, да Вот я не понял зачем было подставлять этого игрока На мой взгляд Это ошибка Вот Это прям большая ошибка Да, подскок Пятерка устраивает Подходим Снова без пробоя И ПО И снова без пробоя Я не знаю В Ассага Где ты потерял свой пробой? Где твой пробой? Двойка устраивает Вы видите Бретонцы вообще не пробиваются Фол Ну это Это может быть даже имеет смысл Ну знаете Как говорится Крыса Загнанная в угол Опаснее вдвойне И В Ассага Который понимает Что в этом матче Он уже Все Начинает Прямо Играть на убой Я не буду говорить Там Что я одобряю Или не одобряю Или еще Что это не важно Но Факт остается фактом Ребята решили Друг друга уничтожить Хотя Видимо Весь пробой Остался в первом тайме Ну Надо бежать Я бы сначала бы Алеша-то Отбежал бы Ну вот Неустрашимый срабат Шестерку устраивает Пробой Нокаут Еще минус Ха-сит Ребята Еще минус Ха-сит Да Дарья Это же не это Имеется ввиду Это просто Типа Крылатая Выражение Че ты начинаешь Если есть Какое-то Другое Выражение Ты мне Расскажи Я просто Слышал Именно про Крысу Загнанную В угол Это просто Этот Я Горюч Понял Что с Васагой Не стоит Я в этой игре Ему сочувствую На самом деле То есть Ну Без Каких-либо Там ДПТных слов Ну Он не мог Сыграть лучше Ну В принципе Ребята Ситуация такая Что Ну Васага Не мог сыграть Лучше Да Пергидрольненько Поиграли Ну Да Да Что-то Типа Того Что-то Типа Того Я знаю Что Васага Меня не любит Но Как бы Ну Ну Что тут Добавить Ну Такая игра Bloodball Да Да не Я же Про него Ничего плохого Сегодня не сказал Даже отдаленно Фол Но из мейкера Как мерзко Смеется Бретонец Удаление Тупицы Вонючки Он сразу И тупица И вонючка Ужасно Тупицы Вонючки Разбивает Хаос В край Ну Это круто Для Этого Для нахала Конечно Удар Не удался Рерол Удался Снова Не Пробой Пробой Ребята ПО Очевидное ПО Но К сожалению ПО Один 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 Пробой Нокаут О Во Пробой Начал Выравниваться Ребята Пробой Начал Ну как Как Пробой Любит Это делать Когда Уже Пофиг Пробой Такой Типа Ей Опа Фол Ну Вообще Есть Ощущение Что Сейчас Лорда Нойзмейкера Сейчас Козла Во-первых Ударят С МБ Ну Это Разумная Мысля Я Я Уж Думал Неужели Нахал Решил Пощадить Васага И забить Нет Не решил Это Будет Блиц В Рероль Рероль Есть Рероль Есть Пятерка Найдена Отлично Но Без Пробоя Ну Что Надо Фалить Лорда Нойзмейкера Тут Вариантов Не Особо Много Не Ну Можно Конечно Ударить Но Этот Козел Все равно Не добежит Там Еще Времени Куча Но Закрывает Закрывает Видимо Для того Чтобы Еще Подольше Посталить Чтобы Наверняка Да Видимо Оставили Но Измейкера Решил Наверняка Поиграть Нахал Вот Пятерка Найдена По козлу Да Чтобы на лост не ставить Да Да Аккуратно Сыграл Подскок Блиц Стрелка Я Честно говоря Я уже сбился Со счета Сколько Сколько Васага Не смог Раз сделать Блиц Честно говоря Мне тяжело Вспомнить Сколько Блицов Вообще Сделал Васага В этой Игре Потому Что Циферка Будет Очень Маленькая О Удаление Тут Два Удаления Здесь Удаление Господи У бретонцев Ни одной Травмы За полем Как это Происходит Я не понимаю Честно Удар В Нойзмейкере Шестерка Найдена СМБ Но Без пробоя Ну сейчас Тогда я думаю Нойзмейкер Будет Бить В Четырех Сильного Блокера Почему бы и нет Но Такой страшный Непробой О А тут Пасы Ребята Единичка Опыта Почему бы и нет Можно еще и прокачать Блиц Можно сейчас Блиц Ура Опять Дать Пас Потом Ну ладно Ладно Это я уже Это я уже Придуриваюсь Не успеет он К сожалению Надо было раньше Делать Но Подкачает Блицера Светогора Ну вот так вот Да Получилось Очень Очень Необычно Ну и все Да Ну а Блиц Теперь От Вассага Финальный Как это Вассагу Так поломали Ну вот Вот Бретонцы Взяли И поломали Все Вот Настолько Предельно Просто Все получилось Вот так вот Знаешь Вот Взяли И поломали А Хаус Взял И сломался Такое бывает Пятерка Устраивает Снова Без Пробоя Но Оглушение Да Ребята Это было Так ты же понимаешь Даем пас Обратно Вкладку Левель Ап Так пас Нельзя дать Зоны Забития То есть Если ты забегаешь То уже Все Блиц Ой Блиц Пятиагильного Козла Ой Ой Рерол Я думаю Две шестерки Только не сломай Давай не будем Сжигать Ой Повезло Ой Представьте Была бы Перманентка Что бы Сейчас Произошло Представьте Если это Была бы Перманентка Да 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 Офигеть Мама дорогая Что творится Ничего себе 17 пробоев Против 11 Опыт Лег Просто Отвратно 50 Отборов Против 29 6 нокаутов 2 травмы 2 нокаута Одна травма Одна травма Одна травма Господи Иисусе Как такое происходит Я просто не понимаю Вот Бретоны Просто Изнасиловали Хао Да Ребята Как же Не прет Пробой Куча Мала Ни один раз Не сработала Куча Мала Сделала Ноль раз Из семи Ка Господи Как это Ооо Да Да Ребятки Это Конечно Вау Вау Да Пробуждение После нокаута 5 раз Из десяти Что Это За цифры Просто Ой Ребята Это Был Крантец Не знаю Дальше Что-то Комментировать Это Сумасшедшая Игра Абсолютно Просто Дикая Звериная Сумасшедшая Игра Сумасшедшая Сумасшедшая Сумасшедшая